Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе Иначе говоря. Сегодня наша тема называется сердцекаменная болезнь. Сегодня трудно себе представить наши города или поселки без аптечных пунктов и различного рода медицинских учреждений. И каждый из нас сегодня очень успешно может сам себе поставить диагноз. Интересно, вы когда-нибудь ставили себе диагноз? Если ставили, то как вы это делали? По симптомам голова болит, температура есть, насморк, горлышко болит, ангина, ОРЗ, зовите скорую, быстрее. А выписывали вы сами себе рецепты какие-то, лекарства? Шоколадку вписывался, мороженое для поднятия настроения. Ну хорошо. Да, то есть мы с вами знаем, что если у нас болит голова, то мы знаем, какой препарат принять. От боли в области живота тоже знаем, какие лекарства уже принять. То есть нам не нужен сегодня врач, мы сами идем в аптеку, покупаем или кого-то просим. Нам покупают и мы принимаем спокойно, и это нам как бы помогаем. Мы не говорим, что это правильно сегодня или нет. Мы говорим о том, что мы сегодня стали очень людьми, которые разбираются. Нам иногда даже не нужно куда-то идти разбираться. Мы включаем телевизор, и там реклама, и там все есть. Вот такие симптомы у вас, пожалуйста, купите это, такие симптомы, купите вот это, и все у вас будет хорошо. Мы верим этому, делаем. Иногда помогает, иногда нет. Хотя внизу рекламы написано то, что необходимо проконсультироваться с врачом. Хорошо, да. Сегодня хотелось бы поговорить с вами о том, как образуются вообще в организме камни. Вот интересно, я сам не врач, и мне интересно было прочитать о том, как это все происходит у нас в организме. И есть некоторые факторы, которые вызывают эту болезнь. Это наследственность, первое. Второе, это нарушение обмена веществ и ослабление иммунитета. Что же происходит в организме, когда вот эти все факторы как бы имеют место? Это снижается защитная функция организма, или коллоидов, вот такая даже умная у меня есть фраза. Образуется группа молекул, впоследствии могут стать ядром, вокруг которого и формируется самообразование, как камень называется. То есть он не попадает в наш организм как камень, а он там формируется. И если наш иммунитет чуть-чуть ослаб, если у нас есть наследственность, предрасположенность, то мы можем и получить в нашем организме камни. Как же лечат эти болезни? Или хирургически вмешиваются, или дробят, не вмешиваясь, скажем так, ничего не разрезая. Мы видим, как много людей сегодня страдают этим заболеванием. Но опасность существует в большем, что в нашем сердце тоже может возникнуть камень. И он может тоже сложиться в следующей ситуации, когда у нас есть наследственность. А у нас есть сегодня духовная наследственность? Иметь каменные сердца? Духовные, физические. Когда у нас ослабевает иммунитет духовный, да? Когда у нас духовный обмен веществ нарушается, то в нашем сердце тоже есть молекула, вокруг которой потом потихонечку, потихонечку обрастает и формируется камень. Вы встречали людей сегодня, у которых в сердце есть камень? Ну, имеется в виду в кавычках. Можно ли сегодня увидеть людей? Песня есть такая. У него гранитный камень в шагуруди, да? Наверное, был, значит, такой распели про него. Да, ну, если песня, значит, есть. А вот как вам кажется сегодня, есть ли люди, у которых в сердце есть камень? Не хочется говорить про других людей, поскольку так, ну, это, можно сказать, ну, диагноз ставишь другому человеку, а я не врач, чтобы ставить диагноз другому человеку. Я могу только про себя говорить, про свои симптомы. И, конечно, есть те молекулы, я не знаю, собирается или не собирается, или стоит ли мне уже дробить, или принимать какие-то лекарства, или хирургическим путем вмешиваться. Но, конечно же, есть такие моменты, где я, да, где у меня есть сердце камень, где у меня где-то не мягок, где я могу привить грубости. Да, есть такое. Как проявляется сердцекаменная болезнь, о которой мы сегодня будем с вами говорить? Вот Александр сказал уже, что грубость, да, еще? Ну, часто это еще из-за нашего эгоизма выделяется, когда мы понимаем, что, например, есть брат, сестра или друг, который, когда ты виноват, ты его обидел, ну, тебе стоит извиниться. Но вот ты понимаешь, что это сейчас тебя как-то унизит перед ним, и вот твое эго не позволяет тебе. И вот эго — это начало вот этой болезни, мне кажется, когда ты не можешь просто, ну, сказать «прости меня», или сказать пару хороших слов о том, или похвалить человека, что он реально сделал хорошо что-то. Вот иногда ты просто не хвалишь, ну, потому что, ну, как бы воспринимаешь то, что это как-то унизит тебя. Пусть он, как бы, держать его в строгости, пусть знает, что он это должен сделать. А по сути, похвалить нам нужно. И вот камень, мне кажется, вот от этого вырастает, из-за эгоизма. А еще такое самое интересное, когда ты прав, когда ты прав, и когда перед тобой, в сути, по сути, должны извиняться, а когда перед тобой еще извиняются, ой, это... хоть каждый день и слушал бы. Ну, и тут, соответственно, нужно бы не вознестись над человеком, а, наоборот, встать к нему на его сторону, и это порой тяжело. Хотелось бы вернуться к нашему вопросу. Все-таки, как проявляется камень, который в сердце, в нашем поведении, в нашей речи, может быть, еще как-то? Это как-то проявляется, это чувствуется вообще, когда есть такое заболевание? Другие люди чувствуются, по крайней мере, точно. Другие чувствуют, да? Если в твоем сердце есть то, что называется камнем. Есть такое изречение, что от избытка сердца говорят уста. И люди, конечно же, понимают и по твоему поведению, по твоим словам, по твоей реакции на какие-то их там поступки, что у тебя там, допустим, что-то не так. Или там всегда отзывчивый человек вдруг становится каким-то грубым, неуправляемым, непонимающим, несочувствующим. Который может пройти по головам других людей, по их чувствам, сказать что-то неподобающее, так скажем, в данной ситуации. Догрубить просто. А еще чаще всего это зависит от темперамента человека. Вот говорят, что меланхолики или инфлигматики, вот я точно не знаю, они более расположены к тому, чтобы сочувствовать людям, чтобы замечать что-то такое, чего там сангвийник, холерик никогда в жизни не заметит. Поэтому холерику очень сложно. Это надо больше работать с его сердцем, чтобы оно не превратилось в камень, так скажем, чтобы заметить там, похвалить человека, чтобы попросить прощения. Для него это очень сложно, хотя для меланхолика это не составляет такой сложности. Поэтому для каждого человека по-разному, мне кажется. Мы, наверное, не раз становились свидетелями того, как мимо какого-то несчастья или чего-то горя люди проходят и не оказывают никакого ни внимания, ни помощи. И тем самым они говорят о том, что их сердце окаменело. Они не готовы сегодня проявить сочувствие хотя бы, повернуться в сторону того, кому нужно оказать помощь. Мы не говорим уже о том, чтобы вообще оказать помощь это все. Вы знаете, в Священном Писании есть одна история. Она связана с жизнью Иисуса Христа. Это евангельская история, когда Иисус Христос учил, это Евангелие Атеана, 8 глава, учил, находился с учениками, и вдруг к нему подводят женщину, которую все считают грешниками. И они искали правосудие. Говорили о том, что она нарушает законы, ее надо побить камнями. У них в руках были камни. И вот мы сегодня можем с вами точно сказать, что если в сердце есть камень, то рано или поздно этот камень окажется где? В руках. То есть, о чем мы сегодня хотим сказать? О том, что осуждать, да, не помочь человеку, это, наверное, результат того, что наше сердце перестало быть мягким и добрым. Мы готовы сегодня очень легко осудить человека, да? Так вот, в духовном смысле где-то даже бросить в кого-то камень, нанести ему ущерб, чем простить, чем протянуть руку помощи. А всегда ли тогда является то, что я не проявил кому-то помощи? Ну, сейчас говорим о помощи больше. Всегда ли считается то, что я, ну, если я не оказал кому-то содействия, помощь какую-то, считается ли это каменной болезнью, да? Какие могут быть оправдания или что? Оправдания? Все, что в твоих силах, ну, мне кажется, то и надо делать помощь. Если разумеешь делать добро, да? Значит, ты... А можно ли делать все, что в моих силах? Смотря что в твоих силах. Нет, ну... Ну, что ты конкретно имеешь в виду? Я могу делать до тех пор, пока я живу, пока я дышу. Да. А нужно ли это делать для другого человека? Если этому человеку действительно нужна твоя помощь, то, конечно. А кому не нужна моя помощь? Да всем нужна. Вот она дилемма какая. Нет, ну, что ты хотела? Ну, нет, я к тому, что возможно ли или являетесь ли диагнозом, то, что если я не помогаю определенным людям, или то, что я могу ставить что-то выше, ну, людей, допустим, отказ другу, отказ подруге. Ну, я поняла, то, что вот ты не можешь делать, считается ли это то, что ты каменный? Да? Ты это имеешь в виду? Ну, все, что в моих силах, вот то, что я могу сделать, я помогаю. А то, что вот я реально не могу сделать, да, я не могу, например, вот что-то вот такое сделать, ну, какая здесь болезнь? Это просто уже входит твои как? В интернете недавно наткнулся на один ролик, с видеорегистратора в машине снято, вот мужчина, значит, ехал, остановился на светофоре, и бабушка начала идти, много-много машин, значит, остановились, бабушка начала идти, или кто-то так идет, так медленно-медленно, и что-то случилось, видимо, с сердцем ее, или что-то, и она согнулась, и упала, и лежит. И светофор уже зеленый, и машины едут, и что удивительно, после нее, вот после бабушки шли еще трое, еще четверо человек, и они просто, она упала перед ними, они просто встали, обошли, даже не посмотрели, другой прошел, обошел, третий переступил, обошел машины, они обижают, изгаляются как-то, вот объехать как-то, еще что-то, но никто не остановился, не вышел, не спросил, не посмотрел, что это. И вот, мне кажется, вот это вот уже можно точно назвать диагнозом сердцекаменной болезни, то, что сложилось у людей вот с стереотипом, ну, то, что вот, ну, люди лежат, значит, пьяница, да, лежит, значит, наркоман, или еще кто-то, нет, не помогу, там. А может быть, у человека вот что-то случилось, может, ему нужна твоя помощь, и вот это точно сердцекаменная болезнь. А то, что, о чем Саша с Полиной говорили, мне кажется, вот понятно, что ты не всем сможешь помочь в своей жизни. Но хотя бы тем, кто просит у тебя помощи. Ну, вот такие вот вещи, например, да, то, что складывается у нас в обществе, это уже, я не знаю, там уже нет, не осталось сердца, один камень только. Безразличие. Вы знаете, мы сегодня говорим о том, что очень легко сегодня вытащить мобильник там и снять смешной какой-то эпизод, чем подойти и помочь, правда же? Сегодня все, что мы видим, выкладывается в социальных сетях, оно говорит о том, что сегодня миллионы людей, да, готовы пройти, просто не оказав помощь. И вот в такой же ситуации было то общество 2000 лет тому назад, когда Христос пришел. И они привели эту женщину, искушая его, видя их настрой, что они готовы были вытащить такие же мобильники, да, заснять вот это вот все судилище. Он начинает говорить о других вещах. Он начинает писать на песке то, что каждого осуждало. И они расходятся, и остается один Христос и женщина. И он задает ей вопрос, а где те, которые осуждали тебя? И я не осуждаю тебя. Я не осуждаю тебя как человека. Да, твой грех я осуждаю, но человека нет. Я готов сегодня тебя простить, да, и потом он в дальнейшем говорит, иди и впредь не греши. То есть он оказывает ей милость. Я думаю, что ее жизнь изменилась со встречи со Христом. Если бы не было такого человека, да, в ее жизни, она бы, мы не знаем, чем она закончила свою жизнь. И сегодня, как хотелось бы встретить, вот как можно больше таких людей, которые готовы помочь. И сегодня Христос хочет иметь таких последователей, которые бы не имели сердцекаменную болезнь, которые бы не проходили мимо тех людей, которые просят о помощи. И вот эта история говорит нам о следующем, или даже больше, к чему сегодня призван каждый человек. Почему сегодня произошла потеря вот этих ориентиров? Почему сегодня наше сердце несострадательно? Почему оно сегодня может пройти мимо нужды человеческой? И сделать это даже с иронией, записав на мобильник. Как вам кажется, что сегодня необходимо для каждого из нас, чтобы наше сердце смягчилось? Вот ваше мнение хотелось бы услышать. Мне кажется, человек должен чувствовать, или хотя бы попытаться чувствовать то, что чувствует тот человек, который нуждается в помощи. Потому что, ну можно даже так сказать, пока мы не окажемся в той ситуации, в которой находится тот человек, который нуждается в помощи, мы... Но не сможем ему сострадать, да? Да, мы вряд ли почувствуем то, что он чувствует. И вряд ли что-то можем сделать такое. Если мы видим пожилого человека, который несет тяжелые сумки, да, нам трудно представить, правда же? Для нас это, кажется, очень легкие сумки. Да, когда сами возьмем тяжелые сумки, конечно, хочется, чтобы кто-то помог, да, подошел, поинтересовался, не тяжело ли нам. Юля, еще что-то хотела сказать? Да. Ну вот, смотря даже на пожилых людей, вполне реально представить, что им тяжело, потому что у них за плечами уже долгая жизнь. Как бы можно пойти и помочь. Меня просто восхищают люди, которые находят, так скажем, место подвигу в своей повседневной жизни. А касательно сердца, чтобы изменить, мне кажется, нам нужна полная пересадка сердца. Как в Библии написано, Бог говорит, что вместо каменного сердца я дам им плотяное. И если мы хотим в этом мире, как бы, соответствовать тому образцу Христу, если мы говорим, что мы верующие, то мы должны, соответственно, поступать и чувствовать, как Он. А чувствовать мы сможем, если Он нам даст свое сердце. И еще, мне кажется, иногда порой человеку нужно сместить взгляд себя, любимого, на кого-то другого, на того, кто нуждается в твоей помощи. Не считать какое-то дело там выше своего достоинства, там, дверь подержать кому-то, открыть или уступить свое место. Есть иногда такие вот моменты, когда заходят в трамвай, в переполненный там бабушка, и вдруг у всех мужчин глаза закрываются, и сон их свалил. Все вдруг устали. Ну, мы можем здесь заметить о том, что все-таки совесть есть, и раз глаза закрываются, не все потеряно, правда? Если просто смотрели с открытыми глазами и ничего не делали. Это в какой-то степени нас радует о том, что не все так потеряно. Вы знаете, я хотел бы, Юля подметила этот стих, пророк Иезекииль пишет, 36 главе, 26 стих, и вот его цитата. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, сердце каменное возьму, и с плоти вашей дам вам сердце плотяное». Вот мы говорили о том, что вначале, что как можно решить вопрос наших камней хирургическим вмешательством. И ту же тему подчеркивает и Священное Писание о том, что сегодня люди, и в то время люди, нуждались в пересадке сердца. Ну, в духовном смысле имеется в виду. И сердце, то, которое у нас находится, оно не сможет сострадать, оно не может помочь. А если и может, то, может быть, мотивы даже неправильные быть. И вот, как вы понимаете, что должно произойти, как это хирургическое вмешательство, что должен сделать Господь, чтобы дать нам новое сердце? Ну, вообще, мы сами должны этого захотеть. Ну, первое, да. Потому что, да, ждать, когда нам кто-то что-то изменит, это почти ничего нам не даст. А когда мы реально захотим, чтобы у нас что-то изменилось, мы, во-первых, будем над собой работать. То есть мы ляжем на операционный стол, скажем, делай, да? Нет, нет, не в этом смысле. Не, ну я тоже понимаю. Ну, хотя бы пытаться даже в том же трамвай, да. Для кого-то это уже подвиг совершить, стать и уступить место старушке. Если ты до этого никогда не делал, да? Да. Для других может быть что-то другое. Я согласна с Полиной, что нужно сначала этого захотеть, а потом даже, может быть, просить силы. Вот, сегодня я поеду в трамвай, если кто-то будет нуждаться вместе, помоги мне не просто там досидеть до своей остановки, а потом, ну ладно, садитесь, я уже выхожу. А вот уступитель. Или там вдруг решится там поздороваться с соседом, с которым никогда раньше не здоровался. Для кого-то тоже это знак внимания, и чье-то каменное сердце тоже будет тронуто даже твоим поступком. И твое тоже, соответственно, будет тронуто. А еще чаще всего людям мешают стереотипы и давление общества, чтобы проявить какое-то внимание, любовь. Вот даже то же самое уступить. Ну, как-то это непривычно сегодня в обществе увидеть, что там уступает парень, девушке даже. Допустим, не бабушке, а девушке. Как-то это непривычно. А если еще он едет с друзьями, которые рядом вместе с ним сидят, такие общаются все, да. А вот тут он встал такой, ой, садитесь, пожалуйста. Как-то они такие, ну, как-то это не может быть, ну, ему надо здесь, во-первых, не преодолеть самого себя, чтобы, это может быть ему и не сложно. А вот преодолеть вот это вот влияние окружающих людей, влияние уже этого общества, в котором сложились стереотипы, или идут там, да, куча там ребят, людей там общаются, и один из них там тоже видит, что здесь кто-то просит, например, да. И чтобы тоже дать остановиться и дать проявить внимание, это тоже как-то сегодня в обществе может быть сложилось в том, что это как-то низко, да. Оставь, успокойся, пойдем, там, следи только за собой, живи для себя. Чаще всего вот именно вот это преодолевать, и это очень сложно. Вот, для многих. Потому что если ты, для тебя уже самое главное, ты, свое сердце у тебя растопленное, и ты можешь спокойно, невзирая ни на это, творить добро, проявлять внимание, тогда это будет легче для тебя. Сегодня многим, многим подросткам, молодежи как раз сложнее преодолеть вот это влияние. И очень важно... А на самом деле, может быть, у них сердце и хорошее, и доброе, это я много с этим встречался с людьми, а вот, а когда они попадают в общество, как будто меняются люди, я не знаю, что с ними происходит. Сердце сразу, хоп, скорлупой закрылось, знаешь. И очень важно, чтобы рядом был человек, который мог бы и пример показать, и поддержать, если вдруг такое желание будет. Особенно касательно подростков, там, ребят молодых. Когда они видят перед собой пример, там, допустим, отца или знакомого мужчины, который вот, так скажем, галантно ведет себя в автобусе, там, уступает место, руку поддает, и они, смотря на него, тоже начинают поступать так же. То есть и они как бы друг на друга влияют и оказывают доброе влияние на тех, кто рядом. Мы сейчас, получается, с Юлей, вот вы спрашивали, мы уже вывели один этот закон, что ли, я не знаю, такой метод. Метод, как сделать? Это помещать себя в общество тех людей, которых сердце ближе к плотяному, чем к каменному, да? То есть помещать себя в общество там, где тебе будет легко делать добро. Повлияет, да. Вот, с людьми себя окружать такими вот раз, например. А я возражу, может быть, наоборот, если мы понимаем, какими мы должны быть и какими хотим мы видеть наше общество, нам себя нужно помещать в общество этих людей с каменными сердцами, чтобы, может быть, смотря на нас, у них что-то там пошевелится, и они начнут как бы, вот неплохо бы и так вот делать. Главное, чтобы они на нас не повлияли, да? Хорошо. Юля забрала наши все мысли. Мысли ваши. Вы знаете, когда мы говорим о том, что болезнь, каменную болезнь можно и хирургически исправить, и продробить, чтобы потихонечку камни идти, то с чем мы можем сравнить вот это дробление? Когда по маленькому осколочку, по камешку из нашего сердца выходят эти камни, и наше сердце смягчается. Я только вспомнила одну поговорку «вода камень точит». Вот маленькие дела, они тоже так потихонечку, но начинают водить. Юля права, я хотел бы сейчас отметить о том, что мы иногда, знаете, так по-юношески у нас максимализм. Я хочу что-то сделать такое грандиозное, да? А начиная с маленького, каждый день, да, ставив перед собой какие-то задачи, мы можем одерживать победы. И мы увидим с вами о том, что это станет нашей привычкой, хорошей привычкой, и потом где-то и принципом жизни. Если мы никогда, ну извините за такое сравнение опять, не уступали место, а сегодня мы поставим вопрос, что уступить место, а в дальнейшем мы будем даже подсчитывать, сколько мы раз уступили, то мы будем это расценивать как победу. Вы знаете, это поможет нам и будет вдохновлять нас, чтобы мы и шли по этому пути. И для нас сегодня очень важно, чтобы мы могли сегодня прийти к врачу, к нашему врачу, который делает диагноз, ставит, не сами себе диагноз поставили, потому что если мы будем сами себе диагноз ставить, то у нас будет все хорошо, в принципе, да? Потому что нам всегда свойственно сравнивать себя с другими людьми. По сравнению с другими у нас всегда что-то есть лучшее, правда же, Ленин? Если же мы сегодня открываем Священное Писание, которое говорит о том, что наши шеи стали какими? Упругими, да, неизгинающими. Наше сердце стало каменным, руки уже так вот, пророк Исаия пишет, полны крови, да, то есть вот такое ощущение, что люди сегодня стали невосприимчивы вообще, ни к людям, ни к нуждам, ни к словам самого Творца, то как нам сегодня сделать то, чтобы произошли изменения в нас? Как сегодня довериться тому, кто может изменить это положение вещей? Как сделать так, чтобы наше сердце стало мягким? Когда мы, видя чью-то боль, ну не стеснялись своих слез, правда? Переживали так же, как переживает этот человек. Золотое правило, оно существует, наверное, во все века. И существует и сегодня. Если ты хочешь, чтобы с тобой поступали, поступай так же с людьми. Бог сегодня хочет, чтобы наше сердце было мягким, восприимчивым, чтобы мы влияли на окружающих людей, чтобы мы показывали, есть тот, который может изменить наше сердце. Потому что наша наследственность говорит о том, что мы все рождены с небольшим камнем, а может быть и большим камнем в сердце. И вывести оттуда этот камень, ну не получится. Его нужно убрать и дать новое сердце. Ну вот так Священное Писание нам говорит, новое сердце. Нам нужно пережить этот опыт встречи с Господом, когда Он нам даст новое направление жизни, даст нам новые ощущения, новый смысл, когда мы поменяем свои привычки, а с привычками меняется и что? И характер. Вот сегодня перед нами стоит такая огромнейшая задача. Увидеть в своем сердце, первое, эти камни или камень, да? И отдать это все в руки того, кто может это исправить. Не стараться самим что-то удалить, что-то подправить, что-то подмазать. Сегодня нужно хирургическое вмешательство, сегодня нужно поменять свое сердце. Бог дает нам возможность через пророка сделать это. Он говорит, и дам вам дух новый. Дух не осуждения, а дух благодарности, когда вы будете благодарить людей, благодарить Бога, когда вы будете идти тем путем, который прошел сам Творец. И тогда рядом с живущим людям будет очень приятно. Вы никогда их не будете не осуждать, вы будете им всегда помогать, будете искать что-то лучшее в них, вы будете замечать хорошее в людях. А сегодня, согласитесь, нам трудно заметить что-то хорошее в людях. Когда просят, скажите, что-нибудь о нем хорошо. И единственное, что да, он женат, ой, это уже хорошо, да. А найдите сегодня очень много плохих качеств. Вы это, мы специалисты всех, все в этом плане. Поэтому Бог сегодня хочет изменения нашего сердца. Иначе говоря, он хочет дать нам мягкое сердце, чтобы мы могли сочувствовать людям и преобразить свою жизнь, и тем самым преобразить жизнь рядом с нами живущих людей. Субтитры создавал DimaTorzok